Друзья, всем привет! Заключительные мои деньки в Турции, в Анталии. Я, в общем, приехал показать вам вот такую вот достопримечательность. Это такой типа Колизея, анфитеатр. И это называется место Perch. Возможно, на турецком оно как-то по-другому звучит, но вот я как бы на латыни, я на английском читаю, и вот некоторые у них слова чуть по-другому читаются. Вот я вам сейчас, к примеру, покажу. К примеру, вот это вот слово, оно будет читаться Гище. То есть не Гище, а Гище. Чуть по-другому. Достаточно большое место, на самом деле. Я не знаю, сейчас я пойду туда или нет, подумаю. Тут вот Колизей. Вот мы только находимся здесь, а здесь еще ходить и ходить. Типичный такой город-крепость, который расположен возле аэропорта Ванталии. Буквально, наверное, в пару километрах от аэропорта. Вот так он выглядел раньше здесь, его показали, как он выглядел раньше. Вот здесь одна улица проходит прямо, и вот здесь вот так вот две улицы расходятся. Сейчас мы краешком посмотрим Колизей, но туда я не пойду, потому что, честно говоря, я не хочу там зависнуть, у меня тут заключительный день. Туда, чтобы зайти, надо заплатить там какие-то копеечки, 3 или 4 доллара, 60 лир. И вы также можете по музейной карте зайти, если у вас есть музейная карта, если вы ее купили. И, соответственно, туда можно пройти. Но также здесь можно погулять, то есть заходить туда не обязательно. Можно вот так же рядом здесь оказаться с этим совсем. Если вы не хотите тратить время и не хотите 60 лир тратить, то можно это дело, в принципе, вот так все посмотреть. Видите, здесь дорога. Это как раз вон те вот скачки, про которые я вам говорил, они вон там прямо по курсу. Стадион большой. Хлеба и зрелищ, да? Конечно, друзья, если вы только приедете в Турцию, и вы здесь не путешествовали, как я месяц, приехать сюда со 60 лир, посетить вот эти древние руины античности, вам будет очень интересно вот сходить в театр, в Колизей, посмотреть вот это все и там побывать. Очень интересно будет, ну, я, честно говоря, этим насытился уже, и мне сейчас что-то новенькое, интересно, как раз я сейчас туда еду. Только обязательно читайте про такие места, когда едете вот куда-то сюда, читайте, узнавайте, тогда вам еще интереснее будет. В общем, друзья, променял я этот античный город на вот такой вот современный Land of Legends, это Земля-легенд. Это на восток от Анталии, примерно 20 километров, здесь в основном расположены такие лакшери-отели крупные, большие, ну, и вместе с тем, конечно же, маленькие. То есть вот эти вот два города, напоминаю вам, Кемер и Белег, они по двум сторонам от Анталии, направо и налево. Если мы с вами поедем в Кемер, там будет больше гор, будет больше зелени, но здесь тоже будет зелень, но здесь такая равнина большая. И таким образом мы с вами можем видеть, друзья, вот такой вот Disneyland, который здесь построили сеть отелей Rixos, вернее, это группа Accor. Это не только Rixos, там еще много чего. Если вы поедете, значит, в Кемер, вы там сможете найти Rixos Sungate, очень популярный отель, такой веселый. Но, на мой взгляд, цены были не оправданные на новогодние праздники, они до 500 долларов за ночь подняли. Естественно, там как бы шоу-программа, все, но полторы тысячи долларов заплатить за три дня я был не готов. И, в общем, я нашел себе место лучше, и таким образом я провел время лучше, потому что там как бы все включено, алкоголь включен и так далее. Поэтому, в принципе, мне это было неинтересно, я безалкогольно нормально отдохнул. Не надо никакие билеты покупать, чтобы сюда зайти на территорию этого большого парка. Очень удобно, на самом деле. Здесь вот ребята стоят с турникетом, проверяют HESCOT, и полностью у них здесь security-контроль очень хороший. Во-первых, на входе, когда мы заезжаем, машину полностью сканируют, проверяют как следует. И вообще, здесь тоже проверяют, то есть дабл-чек такой идет. Мы с вами можем здесь видеть шато, большой замок, торговая авеню. Вот этот вот киндом-отель, это сеть отелей Rixos. Если вы селитесь в этом отеле, он стилизованный под этот парк. И там все номера тоже под этот парк стилизованы. И, соответственно, вы получаете свободный доступ. Фонтан есть, есть, секретная лагуна есть, посейтон, аквапарк здесь есть. Я думаю, будет более актуально это. Парк приключений есть. Маша и Медведь, кстати, выкупили. Это российская франшиза, ее выкупили. И, в общем, здесь вот Маша и Медведь. Лесной карнавал. Карнивал. Классно здесь вечером гулять, но я думаю, сейчас в это время года здесь будет достаточно прохладно. Поэтому лучше приезжать, конечно же, сюда днем. Рестораны. Ну все, все. И вот это вот такая красивая набережная. Там можно покататься русские песни. Да, конечно, здесь все так вот европезировано уже для наших туристов. Это все создано, потому что русскоязычные люди, конечно же, очень много денег тратят в Турции. И для казахстанцев, напоминаю, сделали безвизовый за полугодия, безвизовое пребывание. Нет, 90 дней мы можем пребывать. Раньше мы 30 могли здесь, и сейчас мы можем находиться здесь 90 дней безвизы. Ну, конечно же, очень красиво так все у них сделали. Большие, очень большие деньги они сюда вложили. И вы можете просто так сюда приехать, просто так здесь погулять спокойненько, пошопиться, сходить в ресторан. То есть вам не обязательно покупать именно вход в этот парк. Ну, да, вы можете купить вход в парк там дальше, но именно вот по этой территории, которая прилегающая, вы здесь можете просто так спокойненько погулять. А вот это вот как раз таки и отель. В общем, пребывание в этом отеле стоит около 300-200 долларов за ночь. Я считаю, что это не совсем оправдано, потому что вы можете остановиться в Риксосе, даунтаун. Там, может быть, будут не такие прям стилизованные, роскошные номера, и он, может быть, не будет в парке находиться. Но вы также получите доступ, получите трансфер в этот парк развлечений. Какой-то автобус вас привезет, и также будет трансфер вас отвезет. Вот там спортзал, спортом люди занимаются. Ну, обычно, да, во всех таких развлекательных парках, и даже если вы куда-то в Америку, в Диснейленд приедете, и в Париже, неважно где, там будет обязательно, конечно же, отель. И он будет стоить еще больше. Я думаю, там не 200-300, там, я думаю, будет не меньше 500 стоить. Так, ну здесь, что у них, туалеты. И, наверное, как-то можно попасть в отель хотя бы краешком глаза-то посмотреть надо, на рецепшен и так далее. Вот это комнаты. Видите, ковровое покрытие такое красивое, украшенное для детей. И все, они полностью вот так вот стилизовали. Вот это, значит, такой римский этаж. Да, конечно же, здесь очень красиво. И детям здесь понравится. В этом, безусловно, сомнений никаких быть не может. Полностью весь этаж вот такой, если вы зайдете в любую из комнат, можете посмотреть по фотографиям, там, в принципе, будет то же самое. Что еще детям надо, что может быть прекрасней для детей? Сами по себе этажи, по сути, ничем не отличаются. Они все сделаны вот в таком вот римском стиле, разноцветный. Ну, представьте, как классно будет ребенку вот в таком отеле оказаться. Короче говоря, вот так вот стандартно выглядит номер, но он полностью стилизован. Разукрашен, все. И яркий такой номер интересный. Здесь вот вход в рецепшен, и на каждом этаже у них... Ну, здесь все создано для детей. Прямо вот так вот красиво. Все, чтобы дети прямо здесь кайфовали. Так, здесь регистрация, трансфер в аэропорт, туры на яхтах, и рестораны всякие разные. Повсюду конфеты. Скорее всего, можно угощаться бесплатно этими конфетами здесь. Да. Никто не парится. Я думаю, если бы я в детстве оказался бы в таком месте, у меня был бы шок, потому что от меня родители прятали конфеты и никогда мне не давали сладкое. А здесь они просто вот так вот, видите, в неограниченном количестве. Сколько хотите, вот столько вам и будет сладкого. Пока не лопнет нафиг ребенок. Зефир-бар. В общем, отель имеет здесь три крыла. Туда, налево, направо и позади меня есть еще одно крыло. И здесь еще кривые зеркала. Вы просто вот идете по коридору, и здесь вас встречают зеркала. Если вы приложите карточку, которую вам дадут, и вы еще будете слушать то, что вам это зеркало говорит, они еще и говорящие плюс ко всему эти зеркала. Я все-таки хочу так попасть в комнату, в какую-нибудь. Я, конечно, могу подойти на ресепшн, попросить, чтобы мне открыли. Ну вот, к примеру, открытая же комната. Я думаю, все они по одному типу выглядят. Бочка, телефон и все такое, водичка. Я думаю, если постараться хорошо поискать, то можно найти на ночь эту комнату и по каким-то поймать какую-то скидку. Ну, в районе 100 долларов, может быть, можно остановиться, если хорошо постараться, хотя бы на одну ночь. Я понимаю, что не каждый может заплатить там 200-300 долларов за ночь и на несколько ночей сюда приехать. Но, скорее всего, можно поймать какое-то предложение интересное и побыть, побывать, в общем, в таком вот месте, одну ночь провести. А здесь меня снимает камера, и видно, как я спускаюсь. Иду. Да. Если бы меня сюда привезли, когда мне было несколько лет, я не знаю, у меня был бы точно шок. Но я думаю, надо прививать вкус детям, надо им показывать вот такие вот красивые места. Как правило, эти отели работают по системе, все включено, поэтому вы можете подойти в любое место и получить то, что хотите. Вот видите, девочка кайфует, сидит. И, скорее всего, вы сможете вот этими всеми аппаратами, конечно же, пользоваться бесплатно. Здесь есть еще спа, конечно же. Как без этого, спортзал. Так приятно пахнет. Первый признак хорошего отеля – это когда вы заходите в сам отель или заходите куда-то, допустим, в уборную или в спа. И хороший запах вас встречает – это, конечно же, первый признак того, что вы оказались в хорошем отеле. Это раздевалки, да? Да, это раздевалки. Ага. Здесь душевые. Круто. Теплый, да, бассейн? Я прям чувствую, подогревается вода. Ага. А еще спа, да, есть? Да. Ну, наверное, туда я не пойду. Я туда, наверное, не пойду. А, вот спа, точно. Здесь еще есть вот такие вот индивидуальные комнаты, в которых можно поиграть, скорее всего, в PlayStation, либо в какие-то приставки. Вот персонал девчонки обслуживающей. И здесь везде мягкое покрытие. В шахматы играть. В нарды можно играть. Да, вот он играет в Minecraft. На вот таком вот экранчике. Хотели бы поиграть в Minecraft? Я в шоке просто, в культурном, в каком-то. Я реально под впечатлением. Представьте, что будет с ребенком, когда вы его сюда привезете. Хотя бы, я говорю, хотя бы на одну ночь. Просто нужно мониторить, как правило, такие отели, они выкидывают какие-то специальные предложения интересные. Всякие разные скидочки и так далее, и тому подобное. И, ну, можно поймать какой-то интересный момент и приехать сюда. Точно так же это можно совместить с перелетом. Перелет найти заранее, забронировать. И вы окажетесь в таком месте прекрасном. Дети вообще сами себе предоставлены. А это детские, посмотрите, салоны красоты. Ну, всякие разные здесь комнаты. Я думаю, это чуть позже начнет работать. Чуть позже это все включится. Потому что сейчас утро. А вот так у них выглядит ресторан, друзья. Посмотрите. Естественно, здесь тоже куча всякой сладости. Всякие разные угощения. Ну, должен вам сказать, что для Риксуса это так себе. Скорее всего, завтрак закончился. Сейчас идет у них поздний завтрак. Ну, здесь все для детей. То есть, если вот здесь рядом могут сидеть взрослые. И рядом тут же это все вот детские вот такие миленькие маленькие стульчики. Очень круто. Я вообще первый раз такое встречаю. Я ни разу в жизни не видел такие эти места. Здесь они, скорее всего, браслетики какие-то дают. Потому что девчонки у меня сейчас спрашивали браслетики на входе. А видите, что они здесь дают? Это овощи на гриле всякие разные. Там шашлыки прямо на мангале, на углях шарят. Тут же прям сразу при вас. И это завтрак. Конечно же, обед и ужин будет еще гораздо круче. Фрукты. Ну, здесь прям реально глаза разбегаются. И прям все сразу. То есть, вы здесь покушали, здесь же поиграли. Здесь детки. Наверное, еще это связано с тем, что в моем детстве вот это начинало только все зарождаться. И для меня детство это было пойти в мячик погулять, побегать, поиграть, покататься на велосипеде. Какой-то там костер зажечь в лесу, в роще. Что-то там найти, вздоровать, сломать. Вот это было мое детство. А здесь уже у детей, конечно же, другое детство. В мое время просто еще и не было такого. А сейчас, не знаю, наверное, конечно же, тяжело ребенка удивить. Но, если он здесь окажется, он будет под впечатлением однозначно. Да. Еще вот это все перемешку с запахами, с музыкой и со всем вот этим. Да, как раз то, что я хотел. Никого нет. Только акулы плавают. Хеннесси кто-то выпил. Смотрите. Это большой здесь гигантский аквариум. Я не знаю, сколько здесь кубических метров вообще воды. И вы просто сидите, кушаете, а рядом плавают акулы. Везде это со всех сторон зеркала. А здесь аквариум с акулами. И не только там акулы. Но оно вот прямо здесь. Рядом с вами. А там маленькие рыбки плавают. Удивительно. Что может быть прекрасней вообще? Здесь все создано для такого драйва. Они даже музычку такую везде подбирают. Если вы заходите в спа, там будет какая-то такая спокойная, релаксирующая музыка играть. А здесь именно вот все создано. Маркетологи, они доказали, что определенная музыка, она способствует определенному настроению человека. То есть есть музыка именно такая, чтобы вы хотели покушать, что-то съесть. Или, допустим, выпить. Или, к примеру, покупали. Когда вы зайдете, допустим, в магазин, там тоже будет такая определенная музыка. Такая играть, чтобы вы быстрее купили ритмично. Во всех местах, обычно в Турции, есть вот такие вот ящички классные, интересные. Значит, открываете, кладете сюда вещи, кладете, ложите. В общем, помещаете внутрь этого депозит-сейха. Берете пароль, ставите, к примеру, наживаете решетку, и все, он закрывается. Можно даже большие чемоданы сюда засунуть и закрыть. Все, она у вас будет закрыта. Никто не сможет взять. И тут же сразу прям сцена. Скорее всего, здесь вечером будут выступления, представления. После представления вкусные угощения. И все. Как я вам уже неоднократно говорил, в Турции никто никогда голодным не останется. И все здесь хорошо кормят. И стоит это, как правило, еда 3 копейки. И очень большая конкуренция в этом плане. Поэтому они борются за потребителей. Я вот в таких местах. Все больше и больше. Убеждаюсь в том, что нет никакого смысла привязываться к какому-то одному месту, если вы можете постоянно находить что-то вот такое вот в мире для себя удивительное. Наша планета, как сказал Синьков, настолько большая. Наша жизнь настолько короткая, что мы должны исследовать так много, как только можем. То есть, в принципе, по Турции, я не знаю, сколько лет можно путешествовать и что-то вот такое вот интересное постоянно находить, находить. А еще сколько стран, кроме Турции, есть в мире. Если вы останавливаетесь в отелях Риксос, в этом отеле Риксос, либо если вы остановитесь в Анталии, то вы получите карту и вы сможете пройти, соответственно, вот в этот уже дальше парк развлечений. Там всякие разные аттракционы и так далее и тому подобное. Вот этот вот фонтан, я не знаю, в это время года он работает или нет, но я думаю, будет красивый здесь фонтан летом. Да, это одна из самых таких ярких достопримечательностей в Анталии, должен вам отметить. Но она не совсем в Анталии находится, она находится где-то, наверное, в 30 километрах от центра Анталии. И вам придется сюда ехать на чем-то. А вот здесь вот правило, можете остановить и ознакомиться. Для ценных вещей гости несут ответственность за свои вещи. Пойду-ка я заберу сумку. Обратил внимание, вот здесь у них вот такие вот ящики серые. Я так думаю, вечером они их включат. А, это колонка. Я думал, что это такое? Оказывается, это колонка для низких частот. Я подумал, это пушка, которая греет людей, которые на лавках здесь сидят вечером. А оказывается, это колоночка. Музыку играет. Очень много русскоговорящих людей, очень много машин с российскими номерами. Кстати, под нами здесь сейчас тоже парковка, я тут и спускался ненадолго. И прям очень много российских, ну, машин с российскими номерами. Я где-то читал, что через Черное море паромом можно перекинуть сюда машину. И это совсем вообще быстро получится. То есть, сразу вы здесь, в Турции, грубо говоря. То есть, можно поехать через Россию и через Черное море сюда попасть. А вот это вот, смотрите, друзья. Это вот мы с вами спускались в ресторан, ресторан Немо. А сверху это вот как раз верхняя часть аквариума. Когда вы зайдете в этот парк, там и дельфины плавают, и вот эти все акулы, рыбы. Но, честно говоря, я не люблю вот эти все дельфинарии, где животных держат в каких-то замкнутых пространствах, клетках. То есть, дельфина, она очень умная, на самом деле, животное млекопитающее, рыба, или как это сказать. И, то есть, они когда их дрессируют, они их, то есть, заставляют, чтобы они какие-то команды выполняли. И, да, это как бы все выглядит мило, красиво, но на самом деле, мне вот такие места не нравятся. Вроде бы все, друзья. Я пойду пообедаю и буду уже закругляться, потому что нормально я так погулял уже здесь сегодня. Поеду какое-то другое место искать, новые впечатления. Вот в таких местах еще, друзья, можно лишний раз убедиться, насколько Турция многогранная вообще страна и колоритная. И вы можете здесь вообще все, что угодно найти. Хотите горнолыжные курорты, пожалуйста. Хотите какие-то парки, развлечения, Диснейленды для детей, пожалуйста. Хотите какие-то восточные базары, пожалуйста. Хотите какие-то каньоны, горные местности, скалы, пожалуйста. Море, пожалуйста. Все здесь есть. Ну, лично я, наверное, за вот это вот время, то, что я путешествую здесь полтора месяца, я здесь практически нашел все, что угодно я хотел. Буду планировать следующую свою поездку. Скорее всего, летом, когда будет тепло, я уже, думаю, отправлюсь на своей машине. В общем, Турцией я остался очень доволен. И очень яркая страна, красивая, красочная и уникальные. Есть какие-то такие всякие разные. Посмотрите, культура какая здесь, история какая здесь. Все есть. Все. Каждый для себя найдет здесь что-то свое. Я тут решил вам заодно сделать экскурсии по окрестностям Белека. Это не совсем Белека, он чуть по-другому. Это место, вот это Кадрия. Кадрия он называется. Это место. Здесь есть тоже старый город и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, но здесь очень много отелей всякие разные, кемпинские. В основном, это все отели самые такие лакшери отели. Даже сами турки говорят. Они мне иногда спрашивают, что там, как дальше, куда поешь. Я говорю, ну вот в Белек, хочу в Кемер. Он говорит, ааа, лакшери, отели, резорты. Ну, очень престижно везти шлагбаумы. И причем они не пропустят просто так. То есть, если вы туда захотите зайти, даже захотите сказать, а вот мне вот Вандорра, резорт, отель, я хочу на ресепшен. Они скажут, а нет, вот вам телефон, позвоните, или дадут свой собственный телефон, и вы будете разговаривать с ресепшеном. То есть, просто так туда никого не пустят. И, соответственно, здесь вот так вот не шарится, кто попал. Ну, на самом деле, в том отеле, в котором я сейчас гулял, туда тоже я попал, честно говоря, через пожарный ход. Я не знаю, если бы я просто так бы зашел бы через шлагбаумы, сказал, я тут хочу зайти у вас поснимать. Я думаю, ну, может быть, конечно, там через менеджера как-нибудь я бы зашел бы. Но это просто такая долгая история была бы. Хотя, кто-то прям сразу, без проблем, заходите, снимайте. Что вам, открыть комнату, закрыть комнату, что сделать? 3 января, и погода очень хорошая, солнечная, в районе 18-20 градусов. Я вообще проснулся сегодня от того, что я вчера открыл шторы, и сегодня вот этот вот свет утренний, он прям вот меня жарил, поджаривал вот так. Я просто проснулся от жары и от вот этого солнечного яркого света в окно. Примерно в 8 часов прям нормально так. И я вот сейчас машина у меня стояла, я вернулся, он показывал температуру 28 градусов, то есть она нагрелась почти что до 30 градусов температура в машине. Сейчас чуть-чуть остыло, но на солнце вот эти вот 18, они как 25 ощущаются, поэтому зимой никто здесь не замерзнет. Естественно, вы не сможете купаться в море, ну, как не сможете, вы сможете, конечно же, если захотите, но не совсем комфортно будет купаться в море тем людям, которые не привыкли к холодной воде. А, друзья, сейчас опять меня остановили полицейские, вот прям вот на такой вот дороге они перекрыли, сделали такой небольшой полицейский кордон, там автоматчики, все. Ну, такая большая достаточно группа прям полицейских. И меня останавливают и говорят такие, что-то на турецком говорят, я их понять не могу. А я им говорю, я не разговариваю по-турецки, извините, ну, на английском. Он говорит, а, окей, бай. И все, даже документы мои в руки не взял, ничего не проверил, ничего не сказал, как только услышал, что я не говорю по-турецки. То есть, он обращался ко мне по-турецки, я не выходил из машины, ничего пока, ну, протягиваю ему паспорт свой, протягиваю ему документы, которые там, тех паспорт мне дали от этого. И мне кажется, я почему-то думаю, что если машина будет с какими-то иностранными номерами, они вообще даже не остановят ни разу. Потому что, вот, допустим, у нас в Казахстане водители, которые ездят с Турции, возят какие-то турецкие грузы, они жалуются, что вот именно машины с турецкими номерами наши полицейские терроризируют. А здесь вообще, как они видят, что иностранец, как слышат то, что это иностранец, все, окей, бай. Вообще никаких вопросов, естественно, у них планшеты, он по планшету проверил мой номер, все, номер машины, все проверил. У каждого полицейского всегда, кто бы и когда бы меня не останавливал, всегда есть планшеты. И, в общем, он, естественно, сначала проверяет, потом что-то спрашивает. Ну, он, наверное, спрашивает, как здоровье. Пил, не пил, и все. А я говорю, а я не разговариваю, я говорю, sorry, I don't speak Turkish. Он говорит, а, окей, бай. Ну, в общем, Белек, он, в принципе, весь вот такой. Весь Белек вы будете ехать, вот так вот периодически будут леса, поля, лакшери отели, теплицы и Land of Legends здесь. Если прямо вот так ехать на запад, мы с вами попадем в Анталию за ПЦР-тестом. Друзья, сейчас вернулся в Анталию опять за ПЦР-тестом и вот хочу вам показать, какие у них здесь красивые дороги проходят. Это не совсем крайняя дорога, то есть там еще есть в сторону пляжа, там есть еще дорога парковая такая. Как-то у них здесь такая обстановочка успокойная, умиротворенная, никто никуда не бежит, не торопится, не суетится. И вообще у них здесь как-то все, жизнь так идет своим чередом без суеты. И вот так вот они отдыхают, видите, вот пришли, принесли свои стульчики, чай принесли и сидят, наслаждаются, смотрят на море. Девчонки книжки читают, гуляют. Вот такая здесь жизнь, понимаете, веселая, веселая, ни к чему не принужденная, ни этот, беззаботная жизнь. Первый раз встречаю в Турции машину с алматинскими, с казахстанскими номерами. Ну что, встречай Турция, скоро я тоже сюда приеду на машине. Да, сюда можно, в общем, через Азербайджан, через Грузию попасть на машине, либо через Россию и через Черное море переправиться на пароме и, в общем, гонять здесь на своей машине. Вообще, конечно, идеальный вариант. Захотел туда поехал, захотел сюда поехать. Вообще, ни к чему не привязан. Спокойно чувствуешь себя, ездишь на своей машине, не надо продлевать аренду, не надо переживать, что там аренда закончится или еще что-то. У меня новый отельчик сегодня. Буду жить на шестом этаже из 11. Здесь на третьем этаже бассейн и, в общем, все такое. Сейчас мы совсем с этим познакомимся. Так, ну, на первый взгляд, отельчик вроде бы неплохой. Вроде бы новый отель, но вот уже сразу видно, что он чуть зашарфан и подшарфан, но она мне хорошая номер дала. Нужно отметить. Ага, вот такой вот у меня отель, значит, сегодня. Она говорит, у вас есть хэскод? Я говорю, нет, у меня нет хэскода. Я уже здесь больше месяца, и я всем говорю, что у меня нет хэскода. И все говорят, ладно, ковер здесь на полу, как я люблю. Это так мило, я знаю, что это вредно. В общем, ну, в нем в ворсинках остаются всякие разные заразные вещества, но мне пофиг. И у меня вот такой вот вид. Хоть я и типа бронировал с видом на город. Ну да, у меня как бы вот с видом на город, но я вижу отсюда море, оно такое красивое, прям красивое. Шестой этаж, если бы я жил на одиннадцатом, было бы еще круче. Прям реально круче. Ну, ничего страшного. Мне здесь только переночевать, завтра утром я уже уезжаю. Ну, что я могу сказать? Что отель классненький, 400 лир. В принципе, нормально, нормально. Водичка есть, чай есть. Все самое главное, самое необходимое есть. Вот это вот любят они гладить. Очень чистый. Очень уютный. И что еще нужно отметить, что здесь 800 метров до песчаного пляжа. Короче говоря, из плюсов, это то, что он находится рядом с аэропортом. Рядом здесь есть песчаный пляж. Примерно в километре. И, ну, сам по себе, это и отель, европейский бренд такой. Они стараются все-таки держать марку. То есть, если они пишут, что это 4 звезды, то это будет реально 4 звезды. Это, ну, не такие, не турецкие 4 звезды. Что они напишут 4 звезды, а там даже трех нет. Поэтому, друзья, ну, я вам скажу так. За 400 лир я останавливался в отелях и получше. Поэтому смотрите сами. Вот такой большой спортзал у них есть. Здесь спа. Потом есть ресторан. Можно по меню заказать. Можно заказать с едой. Как вам удобно. Чистый ресторан, светлый. Интересный. В принципе, такой компактный отель. Я заказал стейк. Кстати, отель называется вот так вот. Holiday Inn Анталия. И мне его принесли с запеченными овощами гриль. И, в общем, с кока-колой. С водичкой. Какое сладость. Это бахлава турецкая. Я не знаю, как они делают, но очень вкусно это. И, конечно же, турецкий чай. Всякие разные здесь есть сладости. Есть сладости без сахара. Кстати, обратите внимание. Опять второй раз я уже встречаю машину с американскими номерами. Причем это действующий номер у них. Да, и, скорее всего, на корабле действительно они сюда попали. Но, как иначе, по-другому. И, в общем, вот они здесь тусуются. Я видел здесь еще джип с калифорнийскими номерами. Сначала не мог понять, почему, как это так получилось. И вот сейчас я даже на рецепшене переспросил. Они говорят, да, американские паспорта у них. Вот так вот этот отель называется. Я уже собираюсь потихонечку в аэропорт. Здесь вот рядом с аэропортом есть вот такое вот место. Называется Кофтей Юсуп. Я всегда мимо него проезжаю. И здесь всегда так много машин. Мне стало любопытно. Я тоже заехал. В общем, вот такой вот завтрак стоит 30 лир, если я не ошибаюсь. Я еще заказал Кофтей. Сейчас воду они мне принесут. Вот она ругается. Несли вот такие котлетки. Это называется Кофтей и салат. То есть во всех местах, в ресторанах, если вы заказываете какое-то блюдо, вам обязательно принесут салат. Также вода есть всегда. И оливковое масло можно без ограничений пользоваться, наливать сколько угодно. В общем, друзья, настало время улетать мне, возвращаться в Алмату. Мне даже немного грустно. Я уже так здесь ко всему привык, так привык путешествовать, приключениям привык. И я должен вам отметить, что я всего лишь, наверное, на 10, на 15% только изучил Турцию за 40 дней. И, конечно же, этого времени было очень мало. Но я обязательно сюда вернусь. Я сейчас вернусь в Алмату. Буду готовиться к путешествиям. Буду монтировать видео. Еще очень много видео осталось. Я их буду выкладывать в HDR качестве, потому что я их снимал в другом качестве. К сожалению, не все смогут их посмотреть. Вот так, как вы сейчас смотрите эти видео. Потому что для того, чтобы воспроизводить видео в HDR качестве, нужны новые современные либо телефоны, либо телевизоры. Но там очень яркие видео, красочные. И со временем, в любом случае, все люди смогут их когда-то посмотреть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok